Резиновые пасеки И непосредственно на стройке машины Пасеки имеют тенденцию рваться, при этом очень быстро У меня прялка советского производства И в ее комплектации были пасеки трех размеров Если их сложить пополам, то они были 10, 12 и 14 сантиметров После того, как у меня первые пасеки порвались, я стала их искать везде В результате я нашла их в автосервисах Это оказались резиновые прокладки К неким фильтрам На разных машинах, естественно, они разные Также это резиновые прокладки к водяным фильтрам И также подобные пасеки можно найти в магазинах радиотоваров Как запчасти к катушечным магнитофонам Но это не решило проблемы, увы Потому что родные пасеки были одного уровня натяжения Пасеки, которые можно было поставить, оказались разной жесткости Если один мягкий, то другой может быть жесткий И каким-то образом эту проблему нужно решать Потому что разная жесткость пасеков дает разное натяжение И, естественно, ваша прялка начинает давать сбой Нитка не уходит или нитка уходит очень быстро То есть возникла проблема, которую нужно каким-то образом решить Я попробовала ее решить классическим образом И заменить два резиновых пасека одним ниточным Я сделала их из разных материалов Вот этот пасек сделан из обычной швейной полиэфирной нитки Этот сделан из обувного вощеного шнура Этот сделан из вязальной льняной нитки Так как они уже побывали в работе, естественно, они немножко испачкались В принципе, это делать очень несложно То есть вы снимаете свои резиновые пасеки Я просто покажу на примере обычной нити Чтобы сделать пасек, просто достаточно Нужно взять нить примерной длины, которая вам даст два оборота Сложить его вот так восьмеркой И сложить пополам Место, где у вас перекрестие, вы одеваете вниз на этот шкив На один Потом Просто подтягиваете Целую петлю На один пластиковый шкив И вторую петлю на второй шкив И здесь вы ее завязываете С натяжением И отмечаете маркером место связывания После этого вы совершенно спокойно можете все это снять И завязать по-новому При этом нужно следить, чтобы эта пружина была максимально ослаблена Потому что именно закручивание этой пружины дает нам натяжение этих пасеков И именно это натяжение регулирует скорость Чем больше у вас натянуты эти пасеки То есть сжата пружина Тем скорее у вас идет забор нити При придении Но нужно помнить, что излишнее натяжение и излишний забор нити Вам просто влияет на качество И скрутка здесь на нитке будет получаться меньше Значит вот Вы сделали Вернемся к нашему пасеку Мы сделали Мы нашли это место И мы завязываем Это место Вот таким ткацким узлом Чем он хорош Если вы немножечко ошиблись При завязывании То этот узел вы можете развязать Но при работе он остается целым И уже нитка никуда не уходит То есть этот узел завязывается Вот так вот То есть вот вы завязали А в другую сторону Вам нужно, чтобы Если здесь основная нить сверху То здесь она тоже должна быть сверху Затянули Чтобы развязать этот узел Вам нужно просто потянуть За одну свободную нить И она у вас по петлям Будет выниматься Вот так как здесь у меня просто Блокираторы своего рода сделаны Она не снялась сразу Вот он и развязался Если вы очень сильно скрутили Две нити для создания вашего пасека То вы должны помнить Что сильная скрутка Дает вам сильную амортизацию То есть нить приобретает Такой резиновый эффект Постарайтесь делать не очень сильную скрутку Или же ее потом убирать После того, как нить уже готова Иначе эта сильная скрутка Нуждается в очень большом сжатии пружины Что не есть хорошо Продолжение следует... На передней панели прялки У нас есть два тумблера Один тумблер у нас Включение и выключение Другой тумблер Это направление кручения Нашей шпуле влево или вправо То есть они нужны для того Чтобы в одну сторону Вы придете к пряжу Когда вы спряли вашу катушку Две-три Сколько вам нужно И вы соединяете Нити с катушки В единую, сдвоенную или стройную нить Или счетверенную Но опять же это все по потребностям То есть если пряли вы У вас тумблер был наклонен влево То при стучении Вам нужно просто повернуть тумблер В другую сторону И у вас нитка будет сцепливаться Двое-трое Ну вот в принципе мы видим Что пасек, который мы сделали Из обычной швейной нитки Его нужно немножко подтянуть Потому что он достаточно слабо забирает А натяжение мы сделали уже очень сильное Для этого мне нужно просто выключить Снять пасек И развязать узелочек Если мне лень развязывать узелочек Я могу просто сделать на другом конце Маленькую мертвую петилочку Но постараться ее не совсем намертво затягивать А так, чтобы ее можно было развязать Таким образом я Тоже увеличу натяжение Опять ослабляем нашу пружинку Максимально Насколько это возможно И одеваем наш пасек Вот натяжение сразу более жесткое получилось Разница в направлении Дает разницу в нитке А там разница при вязании Там есть понятие S и Z ниток И они дают уже Ну, поехали Ну, вот видите Мы немножко подтянули пасек И скорость прядения Сразу кардинальным образом увеличилась То есть, если мы еще сделаем Чуть-чуть ее подтянем То скорость увеличится еще больше Но увеличение этой скорости Влияет на качество прядиной нити И скрутка у нее в процессе прядения Здесь уменьшается Естественно, нить у вас на выходе Получится более рыхлой Поэтому нужно для каждого Найти золотую середину Которая ему необходима Вот таким вот образом С помощью нитяных пасеков Мы можем решить проблему запчастей Ну, или же пытаться найти резиновые Ну, чтобы у них была и одинаковая толщина И одинаковое натяжение Потому что разница вот очевидна Если же не хочется делать резиновые Искать резиновые Не хочется делать нитяные То можно взять толстую шляпную резинку И сделать из нее два одинаковых пасека Но при этом нужно понимать Что эта резинка имеет меньшее натяжение Меньшую жесткость Нежели промышленные пасеки И там нужно вам уже самим регулировать Какое натяжение вы хотите получить Вот вкратце Как можно решить проблему Таких необходимых запчастей И продолжать работу на прялке Если вы их не можете найти Ровных вам ниточек До свидания Редактор субтитров А.Семкин